Здравствуйте, меня зовут Наталья Ринска, и сегодня я хочу рассказать о клиническом случае, который произошел буквально вчера. Я принимала пациента, пациентке 31 год, она обратилась по причине того, что она хочет сделать рефракционную операцию и обратилась с целью того, можно или нельзя проводить в ее случае такого типа операции. Пациентка носит контактные линзы минус 3,5, в коррекции она видит относительно неплохо, то есть относительно высокое соотозрение 80-90%, но испытывает двоение, то есть постоянное двоение и при зрении Даль, и при зрении вблизи, при этом очковой коррекцией практически не пользуются, есть какие-то старые очки, которых с собой не было, в них она видит плохо, то есть очевидно перенашивает контактные линзы, что пагубно влияет на и качество слезной пленки, и на состояние роговицы, прокрашивание роговицы и все вытекающее, об этом мы говорили в предыдущих видео. Теперь по существу. Подбор коррекции зрения привел к тому, что объективная рефракция, у пациентка еще раз носит контактные линзы 3,5, объективная коррекция 4,25, правый глаз с цилиндром 0,5 и левый глаз 4,5 с цилиндром 0,25, а соотозрение в коррекции 120% каждым глазом по отдельности левый доминирует, но у пациентки сходящееся косоглазие небольшое, шесть призмных диоптрий эзодевиации, сходящиеся зрение, сходящиеся зрительные оси вблизи, против отрицательных фузионных резервов две призмные диоптрии, то есть декомпенсированная гетерофория вблизи, другими словами косоглазие, небольшое презрение вблизи и небольшое презрение вдаль. Амплитуда аккомодации 15 призмных диоптрий, постоянно еще раз двоение, аккомодационный ответ 0,5, то есть нормальный аккомодационный ответ правый левый глаз. Что касается кавер тест вдаль, декомпенсация еще сильнее, то есть у нас больше угол косоглазия и меньше резервы. Опять-таки разный угол косоглазия вдаль вблизи и разное, если так можно сказать, уровень диплопии двоения, то есть вдаль двоится сильнее, вблизи двоится чуть меньше, при этом есть еще и вертикальный компонент, то есть двоится не только налево-направо, но наискосочек. То есть у них есть двоение горизонтальное, бывает вертикально, а здесь у нас наискосочек, то есть горизонтальное с вертикальным компонентом. Призма, которая дает нам фузию, то есть которая совмещает два изображения в один единый образ и три призмные диоптрии, основанием квискубой саут и три призменные диоптрии по вертикали. Это даёт нам фузию и презрение вдаль, и презрение вблизи. Если бы такая пациентка обратилась в клинику лазерной хирургии, где не было бы выявлены функции зрительной системы, именно бинокулярной системы была бы осуществлена коррекция лазерная, это привело бы к тому, что было бы постоянное двоение и к тому, что нельзя было бы носить обычные стандартные контактные линзы, потому что форма роговицы уже изменена, и на такую изменённую роговицу обычные контактные линзы уже не подбираются, то есть им пользоваться уже невозможно. То есть была бы очковая коррекция с призмой. Поэтому в этом случае категорически ни в коем случае операция не показана, потому что есть бинокулярное нарушение, а требуется в первую очередь решить проблему бинокулярности. А именно это визуальная терапия. Это цикл упражнений, цель которых укрепить мышцы глаз, обеспечить им правильное положение, то есть чтобы они находились ровно по отношению объекта фиксации, и таким образом уменьшить угол между зрительными осями, а в идеале свести этот угол к минимуму. Это два раза в неделю. Упражнение в клинике остальные дни недели занимаемся дома, выполняем всё домашнее задание в полном объёме. То есть это долго, это муторно, но это крайне эффективно даже у взрослых пациентов. То есть на данный текущий момент времени пациентке была назначена коррекция. Правый глаз 4,25 цилиндром 0,5, левый глаз 4,5 цилиндром 0,25 и по 7 призм на правый глаз под осью, то есть база призмы 206 градусов. То есть это компенсации горизонтали и вертикали, в основном 6 бейсау до 3 бейсап. Делаем френель на один глаз на период адаптации 6-8 недель. И сразу начинаем визуальную терапию с тем, чтобы впоследствии уменьшать постепенно призму, пока у нас улучшается положение зрительных осей. То есть меньше угол, меньше призма. В итоге мы надеемся прийти к тому, что у нас не будет косоглазия, глаза будут ровно, и если и когда это произойдёт, то есть мы справимся с бинокулярным нарушением, вот тогда можно вернуться к вопросу о лазерной хирургии, но не ранее того. То есть на данном этапе этого делать нельзя, поэтому крайне важно обращаться к специалисту по бинокулярным нарушениям перед тем, как принимать решение касаемо хирургии, потому что в хирургии нет пути назад. Можно идти на хирургию только в тех случаях, если нет бинокулярных нарушений. То есть бинокулярное нарушение, косоглазие, отвоение, скрытое косоглазие, декомпенсирующее, является противопоказанием, по-умным, это контриндикация для осуществления такого типа хирургических вмешательств, в том числе туда входят и аккомнационные нарушения, и спазм аккомодации, аккомнационный эксцесс, то, что у нас в стране называется ПИНА, и ряд других бинокулярных нарушений. То есть сначала нужно решить проблему с бинокулярностью, обеспечить правильную работу бинокулярной системы, и только после этого можно рассматривать вопрос хирургии, можно ли проводить хирургическое вмешательство с точки зрения толщины роговицы, с точки зрения здоровья органа зрения и так далее. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, я буду рада ответить на ваши вопросы и комментарии в рамках нашего форума. Пожалуйста, пишите вопросы, ставьте лайки. Спасибо за просмотр, всего доброго!